Всем привет! С вами Соня и мы гоняем Forza Horizon 3. Ребятушки, сегодня мы с вами покатаемся снова на классике. Я читал комментарии, писали детской Ferrari 288 GTO хлам. Соня, бери Lamborghini Countach. Так вот, ваш Lamborghini Countach реально-таки есть хлам. Просто трактор, блин, который просто ни о чем. Если вы не верите моим словам, то посмотрите хотя бы Top Gear. Вам там Clarkson расскажет просто на пальцах, почему этот автомобиль говно. Но, ребят, мы сегодня-таки рассмотрим весьма интересный, и я бы даже сказал бы, самый интересный из когда-либо созданных автомобиль от компании Lamborghini. И это же, конечно же, у нас Lamborghini Miura. Ее вообще сейчас нужно прикупить, эту тачечку, у меня ее нет. Стоит она достаточно, кстати, что удивительно, приземленных денег, я бы сказал. Всего-то навсего тут просят за нее, кажись, лямчик, где-то вот это, господи, Lamborghini. Где они с них, Lamborghini? Во-во-во-во-во. Ищем этот прекрасный автомобиль. И у нас тут вот такой вот красавчик. Lamborghini Miura P400. Жалко то, что версия не SW. Это самый первый созданный Lamborghini. Что самое круто, это самый первый в мире вообще суперкар. Самый первый автомобиль с центральным расположением двигателя. То есть двигатель сзади водителя находится. И это очень и очень круто. Кстати, а с виду это Lamborghini больше похоже все-таки на SW-версию. Потому что у нее там реснички имеются, я смотрю, над фарами. Но черт не знает. В общем-то, ребят, никаких таких вот раскрасок колхозных. Нужно брать родной стоковый свет. И, кстати, вот в зеленом свете, смотрите, как она прекрасно выглядит. Сок автомобиль. И вот в таком свете ламба тоже выглядит. Да, кстати, фирменный цвет Lamborghini. Вот что-то мне так кажется. По крайней мере, современная тачка. Вот этот вот оранжевый такой цвет. Очень даже хорошо идет. Но мне что-то хочется ее сделать все-таки. Вот как вот предлагают в зеленом буквально в таком свете. Это очень и очень красиво, я считаю. Так, ну что, ребятушки. Давайте рассмотрим. Сей шедевр. Реально шедевр, который собирали когда-то вручную. Который действительно очень технологически прикольный получился. И на свое время, в принципе, этот автомобиль был просто, ну, наверное, роскошнейший. Собранный из алюминия. Алюминия. Под жопой, можно сказать, а не под капотом. У нас 3, 3, 9 литровый V12. Внимание. Который выдает, правда, всего-то навсего 350, кажется, лошадиных сил. Что, в общем-то, на сегодняшнее время не так уж и много считается. Но тогда это был, конечно, совсем другой разговор. Совсем другое дело. Очень красивая машина. Вот просто шедевр, я считаю. И тому же Countach. Да вот этого вот красавца. Ну, как до Китая раком. Хотя Countach тоже, конечно, хороший. В свое время, конечно, будоражил наши умы. И не скрою, мне тоже он когда-то в детстве очень даже нравился. Но, конечно, та же Diablo вышла потом как-то более по брутании. Салон просто no comments. Вы только посмотрите, как здесь все круто. Восхитительно. Достаточно минималистично. Вот эта вот мода была в то время у таких вот спорткаров. Но выглядит все просто, ну, шик, честно говоря. Очень прикольно. Кстати, еще круто. В СВ-версии уже не крутилка была веслом ослать. А уже электростеклоподъемники имелись. Это вообще было замечательно. В общем-то, вот такой вот у нас аппарат. Внимание! На спидометре 320 км в час. Ребятушки, это 67-й год. Об этой тачке, ну, я не знаю. Мечтали наши гиды, наверное. Смотря на какие-нибудь журналы, либо где-то там по телевизору, если он у них имелся в то время-то. В общем-то, это действительно интересно. Что за кнопушка такая? А, мы можем ее завести. О, В-12! Мурлычет-то как. Может, даже перегазовочку взял? Жалко, только под капот нельзя заглянуть. Но можно что, сразу на дорогу выезжать? Поехали. Поехали. Ребят, мы сейчас поедем на какой-то чемпионат. Чемпионат, я так понимаю, у нас будет классический. Суперкаров. Спорткаров, суперкаров. Называйте, как хотите. Многие цепляют свои слова. Супру назвал суперкаром японским. Да-да-да-да, оговорился. Бывает, в общем-то. Так, это что? Купили машину, нам немножко под расширили площадку. Привлечь его в команду. Да мы подумаем над этим водителем, но мне надо включить сцепление, а чтобы было все в заправду. А, все есть. А что у нас тогда? Выжил сцепление и че-то... А, нормально все. Нейтралки у нас что, нет? О, включил, все нормально. Это самый настоящий бык-мобиль. Бычара. Обожаю эту тачку, очень стильная. Надеюсь, она нас порадует на дороге. Ну, едет так, в принципе, на свои 350 копытных быковских сил. Достаточно так, вроде бы, неплохо. Там посмотрим. Так, кстати, тихо. Тихо. Что-то нет, как настоящий среднемоторный, чуть потише музычку. Спорткар тут решил развернуть маленько. Давайте посмотрим, куда мы поедем, ребят. Я предлагаю поехать на чемпионаты, либо уличные гонки. Это тоже круто. Что у нас есть? У нас тут куча всякого неизведанного от этого вот краски, к вам, хорезет, фестиваля. Есть уличная гонка раз, но душа просит уличных гонок, конечно. Но было бы неплохо, в принципе, еще покатать какой-нибудь чемпионат. А это нам сюда. Ребят, поехали мы, наверное, на вот этот вот спринтец. Запилим сейчас новый чемпионат. Это будет просто роскошно, я считаю. Ламба чемпионат. Не знаю, успеем мы сегодня его проехать. Пока. На ручничке поддадим. Вребет. Вребет. Что это было? Какого хера задняя включилась? Если что, на подрулевой? На подрулевой нажал сейчас. Радио включил, заткнись, пожалуйста. Ребет, тачка. Ничего так. Как в салоне это все выглядит. Выглядит просто, радует глаз. Вот, просто. Что еще тут добавить? На третий мы 190 с плюсом 200. 210 на третий. Отсечка. Почти 215. Выдавил он третий. Да ладно, ладно, вижу ее. Моргает он там. Неплохо, интересно, коробка так настроена, кстати. Третья длиннючая. Четвертая, я смотрю, покороче. Видите, уже в красном секторе 235. Ну, посмотрим, как она будет себе в гонках показывать эта тачка. А пятая имеется? У нас есть пятая передача. Внимание. Ну да, это вам не Американ тасс. Это европеец. Здесь с коробкой все более так продумано. Уху! Космос они, автомобиль. Боже, как я люблю вот такие вот раритетные автомобили. Многие меня ругают, потому что я редко на гиперкарах катаюсь. Да, не интересны мне гиперкары, потому что я их не считаю шедевром. Это совершенно уважаемый. У меня вот такие вот тачки 90-х, 80-х, 70-х, 60-х. Куда больше эмоций приносят, честное слово. Но, в принципе, гиперкары это отдельная такая тема. Периодически можно будет на них кататься. Надо бы, наверное, какой-нибудь тенник с них запилить, потому что меня уже задолбали почти что в каждом видео. Ай, зацени кёнигсик, запили кёнигсик, запили фултюнинг кёнигсик. Хотя, нахрена ему делать фултюнинг, когда он, в общем-то, когда он, в общем-то, и так. Эй, дикое животное. Опа! Не вписались маленько. А ну-ка на третью, третью кикдаун, и она перчит. Она реально валит. Так, а тут что нас? Выгоняют. Выгоняют куда-то тут в дебре. И, да, ребят, я эту тачку совершенно не хочу утюнить. Я знаю, что у меня куча людей, которые меня ругают, что я не тюню. Но, вы меня, конечно, простите, люди, но я вам могу ответить так же, что шедевральные автомобили не стоит колхозить. Не надо ссовать свои храбли. Они шедевральные, такими, какими вышли когда-то. Даже, хочется сказать, из конвейера. Но нет, не из конвейера. Вручную вот это парни собирали, выдумывали. И это действительно классный автомобиль, такой, какой он есть. А, каким его создали. Поэтому, ну, не знаю. Может быть, так угарнуть на последнюю гонку. Я что-то с ним сделаю такое дичайшее. Чтобы вы немножко успокоились. Но, в целом, я считаю, что это нахер не надо. Можно сделать тюнинг. Катнуть гоночку. Но потом, в любом случае, этот тюнинг я сниму. Потому что, ну, не нужен он классическому. Ну, шедеврочек. Что ты хочешь? В гонку меня, пожалуйста. Нафиг мне эти бонусы. Так, ребят, чемпионат мы пилим. Классика в раю. Вот, действительно, классика в раю. Название просто лучше не придумаешь. Так. Наша же тачка RAR Classic. Точно, RAR, на редко. Понапичкали. Так. Видимо, 4 гонки у нас будет. Lamborghini Miura P400. Берем эту тачку. Ну, с ресничками же. Это P400SV, кажись. Может, я ошибаюсь. Но, блин. В общем-то, очень похоже все-таки на более обновленную, скажем так, версию тачки. Она им помощнее, кстати. Надо было посмотреть, сколько киловатт. 260, кажись, киловатт. Или 250, 260. Что-то такое у обычной версии. А у SV там порядка 25 лошадей побольше. Или 35, 35, по-моему. Так, ребят. Сложность у нас, как обычно. Непобедимый драйв-отар. Начать заезд. Сдарили по коробке. И понеслась. Ну, неплохо гребем на старте. Давай, родимая. Хорошо едет тачка. Ой. Пардоньте. Очень тесно здесь. Тоже достаточно вальяжная машинка такая. Любит поскользить. Но при этом всем она это делает интересно. Так, не буду ее насиловать. Дай-ка четверку. Видите, коробка сбалансирована достаточно специфически. Не знаю, так ли это было в настоящей Миуры. Но вот третья реально очень длинная. Поверим на слово, на цвет траектории. Да, все-таки правильно я сделал, чтобы чуть-чуть притормозил. Но третья длиннючая, четвертая такая покороче. Но в целом она чертую тянет. Тихо, тихо, тихо. Снос маленько. А что это у нас? Я даже не знаю, что это за автомобиль впереди. Но тоже что-то. Прикольно вот так вот с классикой тягаться. Прикольно, но и при этом всем, конечно, оно в подвале на выходе. Чуть не получилось, блин. При этом всем, конечно, на классике, хоть она более такая валка на поворотах, попроще ездить, чем на этих, конечно, гиперкарах. Гиперкары это жуть-жуткая и отдельная тема. Ну-ка, навалим. Смотрите, как едет прикольно. Очень классный автомобиль. Вот последние три, считай, видео по Форзе. Мне прям отдельное эстетическое удовольствие. И в плане управления дарят тихо. Держись! Да ладно, ты что, дрифт корчи? Я не понял. Настоящий бычара под жопой. Который даже в своем 67-м году, а не оттормозился. Шота домох. Резина визжит просто как дикая. Притом, при всем в Форзе, по-моему, это редкость. Может, я, конечно, ошибаюсь, но... Опять позднее торможение. О-о-о-о, уважаемые! Так, 55%, а я что-то начал даже терять темп. Стремительно причем. Подрежем. Что делать? Надо наваливать. А то у нас тут что-то это... Пытаются... Нагнуть. Но нетушки. Мы будем бороться, мы будем орызаться до последнего. Я, кстати, еду без АБС. И в этой игре, вот, пожалуй, одна из немногих игр, которые я никаких дискомфортов не ощущаю без этого помощничка на торможении. Очень круто тормаживается. И даже такие вот старые тачки. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я вот теперь уваливаем. Пока, брат. Даем третью двинючую передачу. И прямиком к финишу. Давай, В-12, просыпайся. Просыпайся. И тащи нас. Прямиком до финиша. Что-то там сзади сидит на хвосте. Но сейчас оно поймает мой слепстрим. И можно разгоняться лучше. Но нет, я иду в отрыв. Медленно. Медленно. Нет, он меня нагоняет. Он поймал слепстрим. Четвертую. И... Нифига. Вот этот поворотик мне очень хорошо помог. Я побыстрее, чем... Непобедимые, так сказать, боты пролетел. И пересекаем финишную черту. Обалденная тачка. Просто космос. Космос Мобиль. И это первое, внимание, Ламборгиня. Она получилась действительно очень и очень удачно. Даже по сей день. В плане дизайна. Аналогов у этой тачки достаточно мало. Очень красивая. Такая лупоглазенькая. Вытращила свои деньги. Люблю эту машину. Не фанат вообще Ламборгини. Как они рулятся. Кстати, даже в аркадных играх. Обычно Ламборгини это что-то такое кишка мотное. Как настоящий необузданный бык. Вот. Но тут как-то вот все очень даже прилично. Прям. Прям круто. Мне понравилось. Честное слово. Так, ребят. Сейчас мы так потихонечку, медленно, уверенно перемещаемся на следующую гоночку. Пусть будем дальше что-то там кого-то сдергивать. Привет, Санча. Сева хватит никаких поклонников. Такой, что? Какой фестиваль мы расширяем? Не понял. Построить маршрут к фестивальной площадке. Ну, я вот сюда построю. Но он и так уже максимального уровня. Я прям даже не знаю. Нет. Не поеду я туда. Я еду дальше на чемпионат. Не буду тратить ни секунды времени. Так, это ж наш чемпионат, правильно? Выступление? Нет. Это не чемпионат. Где наши гонки на чемпионате? А вот это вот активный чемпионат. Вот нам сюда. Потом мы... Давай. Перегазовочку. Немножко жогово. Хотя нужно больше жогово делать, как говорит товарищ академик. Едем прямиком на гоночку. А потом мы, может быть, заглянем на фестиваль. Что-то они быстро расширяться стали, честно. Говоря, где-то гонка-то. А тут у нас уличная. А, это пройденная гонка. Хуан что-то подлагивает. Не понял, что это было. Но он меня тут ломает всю малину. Говорят, консоли не лагают. В случае с консолями от Microsoft. Это не гонает нифига. Ну-ка. Файт. Дуем. Так, продолжить чемпионат. Три моста у нас. Гонушка. Сейчас будем дальше кого-то. Немножечко обгонять. В самую малость. Классика в раю. Шикарно. Тачки просто как на подбор. Кстати, очень большинство там, я смотрю, очень много, по крайней мере, именно Ламбо, Мюра. И Феррари там имеются, если у нас все-таки. Давай. Быстренькое переключение на вторую. Видите, как хорошенько стартуем. Отрезкого переключения, быстрого. Кстати, многие спрашивают, дает ли это какое-то преимущество. Дает, ребят. Незначительно, но разгон все-таки пободрехает. Ну-ка, мы ее сейчас так. Подагрели немножечко. На повороте. Что-то так темно. Так вообще, как будто у меня лобовуха затонирована. Я не знаю, какое-то время суток такое. Фары вроде бы как вычет, но совершенно нихера не освещает. Черт, а тут дорога такая именно темная. Либо как в очках сидишь такой. Так, товарищ, ты мне тут... Немножечко траекторию ломаешь. Давай-ка на первую. Оп, широко. Трахтит. Что это за тачка? А, это же, по-моему, тот самый. Ягуар или что это такое? На выходе потихонечку под газом. И, блин, какая тьма. Тачки виднеются, они практически сливаются с дорогой. Чисто по габаритам. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот такой плавно-плавно-плавно она уходит в занос. Медленно. Но нет, мы тебя обустаем. Дикое ты копытное животное. Тика. Уваливаем. Кстати, лидируют у нас, лидировали. Две ламбо. Едем на второй круг. Есть он там сбоку и нет, он там черт не знает. Займем место. Опа-па-па. Прошел. Медленно, Вася. Медленно. Тебя тут непобедимым вроде бы называют, а ты что-то тут волочешься. Я не знаю, как скотиняка. Эти боты чисто с крайности в крайность бросаются. То они супер медленные, то они супер наваливаются. Хотя может быть от автомобиля много здесь. Но, блин, у него тачка такая же, как у меня. Поэтому все по-честному. Давай-ка тут на первую бочком на выходе. Ну, разве это не круто? Бочком. Первую и закручиваем жопу на выход. Вторую. Ну, кайф надо такой тачкой кататься. Быстрее ее даже не хочется, эту миуру. Вот просто все круто. Вот тут я опять чуть-чуть прослоупочил с торможением. Потерял времечко. Вторую. Пошире. Слышно там что-то. И чувствуется. Слышь? Вась, давай вести себя покультурнее. Она тут просто как дрифт-корчью, понимаете? Чуть подгазовываешься по воротике и ее таким-то подкручивает круто. Она как бы заигрывает, вот эта тачка. И у меня это нравится. Так. Внимание. Притормозием-ка. Хотя нет. Тут траекторию, блин. Посмотри на траекторию и сделай наоборот. Зверьте же, творит. Классические тачки чисто раздают боком, блин, как японские корчаги. Дичь какая-то. Так, ребят, целый круг нам еще как-то надо проехать. Что, я не знаю, надо ли ее... Надо, придется ее затюнить. Потому что у меня кодык отгрызут, блин. Сописчики любителей тюнинга. Хотя я считаю, что... Ну, я не считаю. Я считаю, я сделаю. То есть одну гонку на тюнинге, так уж и быть, страдануть. А потом нахрен его снять и оставить в стоке. Потому что это мерзость будет. Какая-то. Но, конечно, если ее затюнить, она будет как все. Реактивный, космический, полуистребитель. Смотрите, она и так классно дрифтит. Давай-ка. Тут даже так, я ссорю, с держаком проехал. Ну-ка, первую. И пересекаем финишную черту. В легкую. Просто едешь себе в свое удовольствие. И легенько всех это. Оп-оп-оп. И обогнал. Драйватаре у нас сегодня какие-то соны. Тем не менее, три лидера у нас. Миура. Потом только Lotus Eleven. И Maserati A6 GCS. Такая Maserati, по-моему, у нас имеется. Aston Martin V8 Vantage. Прикольно. Ладно. По очкам все замечательно. Опять же, три Миуры в топчике. Если бы мобили тут раздает просто всем. Ferrari 1 последняя. Очень странно. Кстати, на Ferrari 1 я бы тоже покатался бы. Тоже очень интересный. А, раритетный. Автомобильчик. Слушайте, может, вы нам велспин какой-то дадите? А то что-то как-то печалька. О, только вспомнил. Видишь? Достаточно попросить игру. И на тебе. Sony. Will Spin. Наслаждайся. Десять тысяч твои. Пожалуйста. Забери свой приз. Ничего не жалко. Ладно. Не везет в Will Spin. Не повезет в гонке. Так, товарищи. Теперь мы дуем прямиком. Слушайте. Чего бы нам не поехать это самое. А не расширить фестивальную площадочку. Вот красненькую, например. А? Как вы смотрите? Хотя, чего нам туда ехать? Можно туда и переместить. Нет, мы туда поедем. Столь роскошный автомобиль. Так, не надо. Не бодро. Он что-то стартанул. На нем стоит лишних 8 километров проехаться. Тем более, что это приносит немало удовольствия. С лагами. Это тоже приносит нам удовольствие. Это all inclusive. Весь пакет от Microsoft. Так, ну-ка. Тихо. Едет он тут. Ламборгини. Что-то мы куда-то заехали тут под поезд. А что-то проехать? Может мне нафиг? Мы поехали. Да ты какого? Говорят, тупняк убрали. А с каким-то обновлением. Ни хрена не убрали. Сцепление как было какое-то тупое в этой игре, так и осталось. Поехали на фестивальную площадочку. И сейчас без всякого свапа. Не надо свапать. Там и так V12. Че еще там свапать? Я не знаю. 3,9 литра тоже как бы немало. Плюс с тюнингом можно будет объемчик подувеличить. Сделать что-нибудь с ней. Можно единственное, что конечно не ад моего сделать, а какой-нибудь нагнетатель. Всунуть туда. Впихнуть невпихуемое, что называется на самом-то деле. Либо трубину, не знаю. Че-нибудь, улитку. Хотя надо ли это? Тоже очень спорный вопрос. И чтобы эта тачка превратилась в реально дичь какую-то. Ты что, слепой? Не видишь, что быдло едет по встречке? Ноль реакции. Просто едет как кибор. Ну в принципе, какую реакцию я говорю? Это боты. В реальности бы чувак уже б, наверное, шахерился бы. Я не знаю, на соседнюю полосу кидался бы. Дуин. Блин, мне нравится, как эта тачка сбалансирована. Очень хорошо едет. Реально. Да, я конечно понимаю, не гиперкар. Вон 200, там 250. Редко не удастся в обычных условиях без километровой, там 10-километровой прямой на ней разогнаться. Но тем не менее, достаточно. Вполне. Давай-ка, пониженную на поворотике. Даже удержалась четвертую на выход и понеслась. Интересно же едет. Ведь круто. Было бы круто еще заехать, я не знаю. У нас, по-моему, две гонки осталось в чемпионате. Заехать, ребят. Какую-нибудь уличную гонку, но нет. Мы этого делать не станем. Мы этот чемпионат тоже приедем на Ламбо, но на другой Ламбо, которую тоже люблю, в принципе, не намного меньше, чем Мюра. И посвежее, скажем так. И нет, это не Каунтач, снова. Хотя Каунтач, в принципе, я не знаю. Все его ругают, вроде бы, что он геморройный, что он так себе едет, что там сцепление нужно двумя ногами выжимать. Вот. И всякие такие нюансы бытовые, скажем так. О, 250 поедет, интересно. Но при этом всем, хочу сказать, что, например, Гранд Туризма 6, я точно помню, что Каунтач хорош. И даже в онлайне он там мог только так настрелять по щам, если сильно зазеваешься. Так что тут очень так спорно. Нафига я скинусь на пятую, смотрю на эту траекторию наркомамскую. Вот. Тем временем, по-моему, до 250 или около того мы с шота разгонялись. Тихо, оп, перетормозил. Вот, что называется, ну, вайс. Ну, пожалуйста, заверни. Отлично. Так, приехали мы на пункт назначения. Делаем сейчас что-то неадекватное с этой машиной, потому что такой тюнинг, это реально попахивает неадекватный спирт. Простите. Мусия, въехали. Вот, немножечко жога, пожарим резину, поджигаем. И шо-то поедем куда-то. Какого-нибудь драйватара на нем, что я слышу. Я слышу какую-то дичь. А еще у нас расширился фестиваль. Так, постройте больше пилотов. Прекрасно. Меньше всего я, кстати, уделяю внимание, смотрю, всякому бездорожью, а зря. Там тоже весело, тоже круто. Что-то я со временем так все больше начинаю любить порзу Horizon 3. Привык уже к физике управления автомобилем, не чувствую никакого дискомфорта, и мне игра реально приносит удовольствие. Так, надо тут предлагать какое-то корыто купить. А я не хочу. Распределяю. Сколько там скидка? А, 30 тысяч. Вот такое, я не знал. Ого, 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 ого. Rolls-Royce. Rolls-Royce. Дау. Как это звучит? Дико. А, 715 задний привод. Сколько? 306 тысяч. 34 косыря у нас скидочка, у нас есть лям. Слушайте, а смотрите, какая... Блин, я даже не знаю. Кошер-мобиль. Возьму. Возьму, но опять вернусь на Миуру. Фултюнинг, жогово, и все нормально будет. Так, ладно. Выбор цвета. Боже, упаси. Стоковый. Вот, вот. Вот прям по умолчанию показываю то, что этой тачке надо. Я не знаю, конечно, в черном цвете. Такой бруталити мобиль, но можно и так. Хотя в черном мне больше нравится. Я даже не знаю. Два цвета как-то выглядит такой попугайский вариант, по-моему. Чисто смотрите, и вы все. Мы привлекаем ваше внимание вот этим вот белым, блин, хрюкальником. Мы тут едем на нихрена себе какой тачке. Завидуйте нам все. О, смотрите, белый. Он так аж сияет просто роскошью. Ну, что-то не знаю. Либо белый, либо, по-моему, черный. Да? Черный. Черный. Просто по-спартански. Да, знаю, что это скучно, но вот хочется мне. Душа просит черный такой вот кашер-мобиль. Ладно, кашер-мобиль в коллекцию. Мы на нем как-нибудь покатаемся. Хотя, блин, он меня что-то интригует. Но нет, сегодня у нас день классики, день миуры. А Rolls-Royce как-нибудь потом. Ну, это круто. На Rolls-Royce это круто. Тут спору нет ни малейшего. Так, выпускайте нас, пожалуйста, в гараж. Все. Да, мы потом будем любоваться сим-шедевром британским. А сейчас мы лезем. Где-то мои машины. Мои машины. Пожалуйста, мне мою лампочку. Сколько у меня там, кстати, уже тем временем какое-то количество Lamborghini должно иметься. Где там машины ура? Peugeot. Так, Mercedes. Lotus. Lamborghini. Вот. Lamborghini, Lamborghini. Да, у нас уже немножко Lamborghini с Кави. Вот он, тот самый злополучный. Ну, как-нибудь, ребята, я на нем тоже покатаюсь, что бы и нет. Тачка детства всяких дядечек. Да и, в принципе, в нашем детстве она была популярная тоже. Так, сесть в машину. Немножечко, в самую малость тюнинга. Сейчас посмотрим. Кстати, вот интересно, модификации. Сколько киловатт у нее? Вот сколько у нее киловатт? Вот в стоке. Внимание, где-то у нас... 261... А, ребят, да, таки, да. Это таки стоковый вариант. Просто 350 коней. 369 нитон на метр. 1245 килограмм. А, среднемоторный, заднеприводный. Окей. Никакого свапа. Она у нас атму. Ну, мы можем, конечно, залезть и... Как я уже говорил, не, не можем прикрутить турбину. И хорошо. Разве что, если мы двигатель не поменялись. А что нам передают поменять? Вот так просто поржать. Я не буду этого делать, но так поржать. Так. 5.2 V10. Звучит смешно. Это, видимо, явно какой-то современный. И 6.5 V12. Типа, нихрена себе у него больше объем. И, следовательно, больше и масса, наверное. Побольше там блок, наверняка. Так, нет. В жопу. В жопу это все. Родной двигатель. Не стоит его портить. Он и так V12. Да, у него объем поменьше. Но я думаю, что все равно он поедет. Он не поедет, он помчится. Мы помчимся на крыльях. Быковских. Так, ставим весь тюнинг. И выхлоп, и все-все-все, что только можно. Сейчас посмотрим, что мы с нее добьемся. То есть, 260 кВт было. Ну, блин. Я думаю, что почти пополам мы на 100% ее раскачегарим. Почти. Так, что-то я тут ставил. Так, что у нас там еще? Поршни ставим. Блин, по копейкам оно все добавляет. Без турбины, конечно, да. Сильно ты ее не разгонишь. Ладно. Итого мы получаем 369 кВт. Ну, блин. 136 кВт мы немножечко раскачегарим. 509 км. Момент вырос почти что вдвое. Нормально. Я думаю, что этого будет достаточно, чтобы она шпилевилила только так. Налево и направо. Все, и всех. В принципе, это и так тачка. Вы видите, в моих руках этих божественных драйватаров топовых только так. Уделывала без каких-либо проблем. Ладно, подвесочку уж так и быть гоночную. Посадили ее смачно. Покрышки-то тоже классические. Такие, как от трактора. Мы их, естественно, нафиг выкинем. Поставим сейчас гоночные какие-то там. Слики, полуслики. Я не знаю, что ставить. Так, ну, не буду делать прям фул вот эти вот. Каркас фул. Не, не буду. Вот так вот. Маленькая каркаса. А вот облегчение можно сделать. Сколько мы скинем килограмм? 1225. И, внимание, ну, блин. Почти 200 килограмм. Солидно. Нормально скинула вес. А машинка похудела. Не знаю, что из нее вытащили. Наверное, все, что только можно было. И нельзя было. Тоже вытащили. Сцепление. Коробочка. Вы себе представляете? Часто будет дичь, ребят. Честно. Надо расширить задние копыта. Чтоб хоть какой-то зацеп был. Иначе это будет опа. Будет такая опа, что мало не покажется. Так, внимание. Состав шин. Надо ли и гоночные вот эти вот. Я тоже, честно говоря, не знаю. Ладно, мы все ставили гоночные. Но мне кажется, что, может быть, даже зацепы и много будет. Ну, немножечко передок ширше. И задок можно даже нормально шире. Сколько там? 265. 282. Вот, давай. 265. В самый раз. Больше не надо. Диски менять не будем. Не вижу в этом никакого смысла практического. Можно посмотреть, есть какой-то вес, а его нет. Это классика. Есть хрюкальник дебильный. Вот эта вот юбка. Фу. Мерзость. И есть какое-то антикрыло, которое тоже не менее, хотел сказать, мерзость. Но на самом деле выглядит, ну, так. Ну, не надо оно там. Совершенно не надо. Все, ребят. Копытных сил набросали. Нормально оно стало мощнее у нас. На 130 кВт. То есть, кругом бегом на 200 сил мощнее. Там 460 примерно. Но 450 там что-то такое плюс-минус. А, поехали. Не будем нифига настраивать. Вот как есть. Все по умолчанию. Только комплектующие у нас. Не по умолчанию совершенно. Но я обязательно все это нахрен уберу потом. Эта тачка должна быть просто, как я уже не раз говорил за это видео. Такой, как ее задумали те, кто пилили. Что за это было? Фестиваль ждет, боже. Прекрасно. Давайте он что-нибудь пободрее. Вот что-то такое. Матафака. Так, поехали, ребят. Найдем к какому-нибудь драйватара. Построй маршрут, иначе я от тебя не отколупаюсь. Зачем терн 10 вы это делаете? Непонятно. Звук особо не поменялся. Вот это Жогова начинается вторая и... С такой, с таким ударом. Найд. Жогова, Жогова в самую малость. Дичь. Конечно, ее можно раскочегарить еще веселее. Если, как я уже говорил, что-то сделать с ней и... Не свапнуть. А мы же поедем в гонку. Нафиг там эти драйватары. Поехали. Что тут у нас? Так, у нас тут есть выступление завершилось. Соперники. Давай, соперники. Какой у нас класс тачки? Где? С1. Поехали, С1. Кольцо. Ламборгини. Файп. Понеслась. Итак, ребятушки. Начать заезд с соперничками. Где они там? Э! Где соперники? На время, что ли? Это что было? Я не понял. Что-то поеду. А я раньше, по-моему, не катал, да, такие заезды? Ну-ка, подрежу. Словили. Кстати, она стала быстрее, но сказать, что она прям пипец какая. Дикая стала. Индивидуальность, конечно, похерилась ее, но... Тачка вполне себе терпимая. Где там этот соперник делся? Я не понял. Нафиг я сунулся на эту гонку? Непонятно. Жогова особо нет. Держак имеется. Опять же, так как я говорил, что шины на ее мощность, даже запасы... Вот я даже специально только что тапку в пол сдавливал. А она сорвалась только лишь на большом перепаде высоты. А до этого момента как вкопанная. Всепилась. Чтобы она, короче, стала лютая, безбашенная, как обычно, эту тачку надо свапать. Но! Тюнинг ее не испортил. Сделал реально быстрее. Где-то ваш этот соперничек-то? Четвертую на выход. Удержались. Притирочку. И наше время... Нам надо было минута 17, кажись. Вы победили соперничка. И у нас S1 всего-то 800, 900, точнее 38, кажись. Либо 800, 938. А, что, в общем-то, ну, не топ S1. Такое, изи катка, как говорится. Мне понравилась тачка, даже в тюнинге. Потому что обычно тюнинг напрочь убивает автомобиль. Он тут реально быстрый, хороший зацеп. Опять же, тот же остался почерк, что может немножечко на выходе из поворота вольнуть бочком. Прям хоть бери так и оставлять. Че там у нас было, я не понял. Че-то я клоснул так на шарик по обырику. И че? И все. В общем-то. Мне еще хочется. Душа хочет еще одну гонку с Нурой. Просто песня, не автомобиль. Тихо, перетромозил. Так, че у нас? Опять соперники. Не, это все не круто. Чемпионата нам тут не дают. Потому что у нас Эгген Дрой... Пошли, вздернем. Вон тут у нас кредиты. Дымок на второй все-таки нормально. Отдувается. Передачника, передачника. Первый, пожалуйста. Нужно больше, Жогова. Больше. Давай, Лаба, давай. Перчим, блин. Так, внимание. Ну шо, драйвата средняя. Чувак, ты уже боишься, да? Ты даже не представляешь, что сзади тебя едет. Насколько дико вторую. Да-да-да, Феррари. Я тебя поржал. Эй, парень. Тебя подтолкнуть или че? Слышь, ты там че? Как, ехать будем? Не, наверное, не будет. Парень думал, что у нас сток, но у нас оказался даже далеко не сток. Тут стоковая, я не знаю, только кузов остался. Визуалочка только. Шестая передача. Тихо. Чуть не пропустил поворот. А ну, вторую на выход, третью и... Не, ни хрена. От нее все равно веет стабильностью. Хотя там че-то засветилось. Дрифт. Вон, очков дали каких-то. Победа. Слушайте, можно, блин, хоть бери, я не знаю, уличную гонку на ней. Пройди. Ооо, Rolls-Royce, right. Я хочу его, но нет. А он был рядом, да. Примерно так это все было. Как обычно, в общем-то. Это норма. Тихо, тормози. Получила медаль за тех, мне интересно. Мужчачка на выход подать. Ооо, как я это люблю. Я там видел какую-то гонку, я не знаю, если она открыта и не пройдена. Нет никакой аварии. Да идите нахрен, драйватары. Мы тут очков 25 косарей нажарили. 30 косарей. Давай, давай, давай. Сколько? При том, что я врезался и там немножко запортачил. Новый личный рекорд. Вася, целая звезда. Мы получили 80. Немножко поклонников. Хорошо. Парни, я не могу от меня отвязаться от этой машины. Честно. Понесло. Все, понесло. Не могу. Еду еще один спринт. Уже мамой, клянусь, последний будет. Вот просто не могу. Эта тачка, это не просто зачет. Это пожар просто, а не автомобиль. Блин, ну, блин. Давай-ка первую, вторую на выход. И... Ай, шаш ты, хрюкальникам, свинь, бельнула, а? Всю малину мне испортила. Эта тачка, это просто, ну, блин. Огроменное, в общем-то, удовольствие она мне дарит. От вождения ее. У нас коробчоночка стала более лучше. А, настроена, тихо-тихо. Появилась шестая передача, и пятая я соберу там на 230. Это более так адекватно, при том, что она мощнее стала. Стоковая коробка, конечно, дико длиннюючая передача у нее. Некоторые, не все, но некоторые. И практически бесполезно есть пятая. Там даже четырех достаточно было бы. С такими передаточными, твою мать, числами. Держись. Уху, понесло. Понесло, лагалище, нормально. Давай пятую, четвертую. И первую помучаем немножечко коробчоночку, ручничка. Блин, как это круто. Ох, я прям, прям в восторге. Ну что, товарищи, готовьте свои пуканчики вместе со своими гипер-шмипер-шмипер-трипер-карами. Поехали. Сейчас вот эта вот лупоглазенькая красоточка 67-го года. Воу-воу-воу-воу, что-то вы на старте быстрые оказали, да? А нихрена, мы тоже, мы тоже едем. Нафиг все, нафиг все. Гипер-шмипер-трипер-кары, нафиг все. Тут дедовская тачка. Наваливать. Феррари двинь, батоны, тоже у меня машина. Хотя это странно, у нее в общем-то побольше должно быть копытных сил, чем у нас. Тихо, спокойно, спокойно. Никакого от этого вот драва нашего. Первую, вторую. Воу-воу-воу-воу. Двинь булки, американ... Мать твою, таз. Держимся, держимся. Ни хрена себе. Вот это нормальный маршрутник, я это сур. Слышите, а прикольная гоночка-то, однако. Ну-ка, пониженную. Траекторию вообще не... О-о-о, тут еще бездорожье. Ну, тут мы сейчас начнем немножечко так, это... Не дрейфовать, слышь, че бы я пихался. Конская ты, блин. Феррари. Вот так, плавно, плавно, плавно и... Въехал, мать твою. Притормаживаю. Давай-ка, третью, четверть, шестой еду. Воу-воу-воу, гипер-шмюпер, поехали эти кары. Мать вашу. Держись. Слишком я на ней аккуратничаю, аккуратничаю. На поворотах, потому что жду подвоха. Ну как же, блин. Фулл тюнинг, все. Здравствуйте, а я уже лечу там сквозь лобовушечку, да, небось? Да. Все равно она пытается боком валить, бывает. Но вот дальше мне уже будет трудно с ней разоняться, потому что эти тачки, ну, быстрее после двухста ездят, однозначно. Воу-воу, парни, подождите. Ой, меня что-то все начинают догонять. Нет, Юра, ты же можешь. Давай, 50%. И тут еще два каких-то... Слип-стрим, мать твою. Давай, 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 кочегарим. Куда поворот-то? Дверь булки. Да, я как хамло. Однозначно. Да отлипни ты уже от меня, нужен ты мне. Блин. Десятый. Да, понятно. В общем-то, гипершвиперы оказались таки быстрее. Нам равняться все-таки с классикой какой-то было бы норм. А так все-таки... Если бы они еще повороты нормально проходили, некоторые вот петушки вот напрямую не вздергивали, а на поворотах это же какой-то зашквар. Гетар, шел бы ты отсюда, вот. Уже впереди у нас сплошная прямая и, в общем-то, финишная черта. А что это они по встречке тут? А, что это по встречке? Потому что это буквально встречка обе полосы. Понятно. Тем не менее, напрямую я не вижу, чтобы что-то так вот шух и пролетело. Триста. Без одного км. Она уперлась в 1099 и все. И не километром более. Нет, сказала. Не ура. Не могу я с Bugatti EB110, TVR с Garry's там. И прочими вот этими прихвостями тягаться. Enzo Ferrari, внимание. Действительно. Вообще одноклассники прям. Совсем. По всем статьям даже не считая свапа. Так, может вы нам еще в качестве утешительного приза дадите крутнуть? Не, не дадут. В общем, ребят. Тачка. Она не только загляденье. Она еще и огнище. Вот. Она пожарища, жоговища. Она любимая Lamborghini, однозначно. Я думаю, что не только у меня, но и у многих. В общем-то, друзья, вам огромное спасибо за внимание. На этом буду с вами прощаться. Дальше мы еще покатаемся на каком-нибудь другом Alambo-мобиле. Надо допройти чемпионат, который я начал, но не закончил. Пока что. Это у нас будет в следующих сериях. Не знаю, следующее, не следующее. Поживем. Увидим, как будет настроение. На этом буду с вами пора. И дуги нафиг прощаться. Огромное спасибо вам еще раз за внимание. Хорошего настроения. С вами был Соня. И всем жогово. Продолжение следует...